Приветствую вас. Давайте разберем сейчас ваш вопрос. Он достаточно объемный, поэтому я не буду его перечитывать, а буду читать и давать свои комментарии. Как правильно отставить личные границы? Ну, здесь в этом вопросе, который появляется по совместительству с заголовком, на мой взгляд, уже есть некоторая ошибка, потому что правильного нет. То есть нет такого, что вот правильно отставить личные границы. Правильно, это немножко не тает. Правильно. Понимаете, да? Вам не нужно именно правильно отставить свои границы. Делать это, на мой взгляд, можно и нужно, так как больше хочется вам, а не так, как правильно. Правильно вот здесь, стремясь сделать это правильно, вы будете просто-напросто себя демотивировать, да, вы будете себя игнорировать и вы будете двигаться в сторону неестественности. Вот. То есть это прямой путь к тому, чтобы не быть собой в отношениях, скажем так. Дальше. Значит, как научиться отстаивать личные границы таким образом, чтобы после этого отстаивания не возникла ругань или даже потеря отношений? Ну, забегая чуть вперед, я скажу, что, на мой взгляд, вы сами отвечаете на свой вопрос. То есть вы сами раскрываете, что нужно делать. Здесь я могу сказать только, на данный момент я могу сказать только, что вам необходимо, как мне кажется, значит, увидеть, что именно научиться можно с психологом. То есть именно вот научиться можно с психологом это делать. Самостоятельно, самостоятельно, вы скорее всего не сможете, потому что, ну вот даже по вашему тексту, опять же, есть моменты, что какие-то вещи вы просто пропускаете. Ну вот, просто пропускаете какие-то вещи и все. Вот, поэтому у вас, скорее всего, самостоятельно не получится. Дальше. Значит, ругань или потеря отношений не всегда зависят от вас. Это тоже нужно понимать. Так нужно понимать, что не всегда, не везде, не везде ругань это то, что прямо зависит от вас. Ну вот, так же, так же, как и потеря отношений. Вообще, по большому счету, если возникает ругань или потеря отношений, это значит, что человек не очень заинтересован во взаимодействии с вами. И это уже отсылает несколько плюсов, а как так вот, ну, в принципе, получается, вот, как так получается-то, что люди не заинтересованы в отношениях с вами. Вот, на этом нужно обратить внимание, на мой взгляд. Дальше. Вы знаете, у меня такой характер, я стараюсь заражить отношениями с людьми и избегать ссору. Ну, а то, собственно говоря, здесь вы описываете, что по большому счету страх конфликта. Вот. И именно по этой причине, именно потому что люди знают и чувствуют, что конфликта вы боитесь. И по этой причине они ведут себя вот так, как ведут. То есть, в этом смысле, в этом смысле, на мой взгляд, опять же, все довольно просто. То есть, иными словами, иными словами, то, что вы избегаете конфликтов, то, что вы бежите от конфликтов, и является, как раз таки, вот основанием для того, что люди всегда с вами так видят, потому что им кажется, что тот факт, что вы убегаете от конфликтов, означает, что вы боитесь, ну, вы боитесь их, вы в себе не уверены, и соответственно, если вы в себе не уверены, то нужно, значит, ну, на вас условно, 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 говоря, добить, что, в принципе, и происходит совершенно легко и понятно в данном случае. Вот. Поэтому не конфликтность и избегание конфликтов, конфликтов – это разные вещи. Так же, как то, что вы дорожите отношениями с людьми, очень важно понять, чем именно вы дорожите, и как в этом заинтересованы именно вы. Но я не могу понять, почему так происходит. Зачастую, что если я пытаюсь отстоять лишний границ, то в итоге получаются ссоры, и потом человек от меня отворачивается. Либо вы выбираете неверные слова и не используете бесконфликтные навыки общения, которым, опять же, научиться можно на консультации. Ну, психолог вас может научиться. Либо вы это делаете так, что это выглядит нехарактерным для вас, и для человека это становится неожиданностью. Это при условии, что я подбираю вежливые, деликатные слова, стараясь не обидеть человека. А здесь, я думаю, вы даете понять, что вы чувствуете себя виноват, и когда человек сталкивается с чувством вины другого, он начинает злиться, потому что ему кажется, что тот и правда виноват. В общем, если рассматривать отношения с самого начала, то выглядит примерно так. В начале все хорошо. Что значит все хорошо? Что это значит? Если нет конфликта и ссоры, это не значит, что все хорошо. Потом, со временем, человек начинает как будто наглеть, что ли, и позволять себе что-либо неприятное по отношению ко мне. Вопрос, почему так? Потому что вы ставите себя ниже. Потому что он не позволяет. Ну, или выбираете таких людей, то есть вам интересны люди, которые могут наглеть. Вот. Вы вспомните, как вы ведете себя в начале отношений. Зачастую это неприятное касается моих эмоций. Ну и дальше вы поясняете. Один человек постоянно вынуждает меня перед ним объясняться и оправдываться. Нет, это вы выбираете объясняться и оправдываться из своего чувства вины и страха. Дальше. Другой грузит меня в ранье. Ну так вы не отреагировали в первый раз на то, когда он вам соврал. И вот, пожалуйста. Третий постоянно отпускает замечания по поводу моей внешности. Вы не отреагировали, когда он первый раз это сделал. И вот, пожалуйста. Я могу долго не замечать, что меня эмоционально используют и гадать, откуда у меня хронически плохое настроение. Ну, хронически плохое настроение может быть не только из-за этого, но вы пишите, что могу долго не замечать. Я думаю, вы замечаете, просто предпочитаете делать вид, что не замечаете, потому что боитесь конфликта. Наступает момент, когда мои глаза открываются, становится ясно, что человеку надо как-то ставить на место, а он еще привык. Он уже привык с вами так общаться. Для него это становится неожиданностью. То, что вы говорите. И опять же. Ваша задача не личной границей заставить, а человека не обидеть. А обидеть человека, это не ваша ответственность. Но вы пытаетесь ее избежать, потому что это вызывает у вас чувство вины. Значит, я подчеркнула бы первую речь, чтобы человек не обиделся, но мне ничего не получалось. Да, потому что я повторюсь, что человек, с одной стороны, не привык, что вы так себя видите, а с другой стороны, у него определенный склад характера. Человек может сказанные мои слова перевернуть с ног на голову и найти в ней какой-то иной смысл, наговорить мне в ответ жутких гадостей, обвинить вас в мирных грехах и объявить мне молчаливый бойкот. Ну и, по сути, мы говорим о манипуляции. Мы говорим о манипуляции и об определенной такой форме абьюзерства. То есть вы выбираете абьюзера. Почему? Опять же, из-за самооценки. В таких ситуациях у меня складывается впечатление, что человек за чем-то специально капает меня на нервы, выжидает, когда у меня лопнут терпение, и я начинаю что-то говорить о своей защите, что потом постаруется со мной. Может быть, вы выбираете таких людей целенаправленно, может быть, это вам так только кажется, именно в силу того, что в начале и какое-то время вы ведете себя определенным образом, а потом получается, что резко меняет. Так, как будто человеку за чем-то у нас скоро со мной. Это проект. Вы переносите здесь на человека то, что вы сами о себе думаете. А себя, мне кажется, вы, коротко, считаете в глубине обещения, ну, не очень достойным собеседником. Я сама такой человек, стараюсь не нарушать личные границы, не лезть ни в свое дело, не давать советов, не кратиковать, не разводить никого на оправдание, не навязываться. По большому счету вы говорите о неуверенности в себе, потому что ни в свое дело не получится. Не нарушать личные границы не получится. Понимаете? Не получится. Люди, вот вам важно это довольно четко постараться понять, что люди нарушают личные границы. Это нормально. Задача не в том, чтобы личные границы не нарушать. Задача заключается в том, чтобы на это реагировать. Понимаете? Какая штука. И вот, а вы пытаетесь, ну, по факту, полностью исключить любой конфликт. Вот. Что, конечно, сделать невозможно полностью исключить конфликт. Невозможно полностью сделать так, чтобы конфликта не было. Вот. Получается, что вы к человеку чересчур внимательны. Получается, что вы вероятно, 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 создаёте впечатление у человека на своей такой вот чрезмерной, я бы сказал, услужливости, вот. Вы создаёте впечатление, что вы зависите от него чрезмерно, опять же. И он понимает, что может, в общем и целом, делать всё, что хочет. Вот. С вами. Вот. Ну, только, получается только потому, что вот вы стараетесь избегать, стараетесь избежать конфликта. Вот. Вот. Что сделать, постараюсь, в принципе, невозможно. Дальше. Эммм. Так. Со мной вот так поступает. Да. И обратите внимание, что вы ожидаете к себе такого же отношения. То есть, вы это делаете из расчёта, что сами не будут поступать так. Очевидно, что здесь ваша нацеленность идёт не на человека самого, а больше именно на то, чтобы с вами себя вели так. Вот. То есть, себе вы не даёте, ну, вот, такого хорошего, например, отношения, ну, безусловного, например, опять же, принятия себя, да, вы не даёте себе именно вот безусловного принятия. А вместо этого вы пытаетесь компенсировать вот как раз отношение к другому. То есть, это, по сути дела, что такое. Это профлекция. Вот. То есть, это вот то, с чем в данном случае мы имеем дело. Я хочу для тебя того, что я хочу для, значит, себя, вот. Вот. Но. Себе я этого не позволяю, и поэтому я буду делать это для, ну, для тебя. Вот. Я буду делать это для тебя. Рассчитывая на то, что ты мне, ну, ты мне это даешь, например. Ага. А ты мне этого не даёшь, и от этого мне, скажем так, ну, плохо, например. Понимаете, да? Такая штука. Вот. То есть, в этом смысле, вы здесь вот, ну, что называется, ну, на мой взгляд, да, оказываетесь в ловушке. Вот. Ну, в такой ловушке оказываетесь. Вот и всё. То есть, вы не очень здесь. Получается, опираетесь на себя. Так. Дальше. Причём, в период эмоционального воздействия на меня, человек сам делается очень навязчивым, по отношению ко мне много пищи звонит. Я уже начинаю до того человека теряться, лишний раз о себе не напоминаю. Да? Ну, то есть, тут, как бы, получается. Попытка у нас переделать под себя, ну, подсвоить. Нежим будет лезть на золи, эмоционально меня вводить, на попытке оставить себя. Ну, здесь чувствуется, что вы жалуетесь, чувствуется, что вот вы, конечно, конечно, подавляетесь очень много. Вот. Стоит мне защищаться, как меня выставляет плохой, виноватый. В итоге ссора. Ну, ссору и вы делаете вклад. Вопрос в том, какой именно вы вклад делаете? Почему люди так себя ведут по отношению ко мне? Как правильно свои личные границы оставить? Рассказал, чтобы люди реагировали адекватно, не раздевали ссору. Вот этого вам никто гарантировать не сможет, потому что вы не отвечаете за это. Вот. Я уже не знаю, как подбирать слова. А, и не надо подбирать слова. Тут дело не в словах, а дело совсем в другом. Дело в том, чтобы говорить о своих чувствах. А, вот. Им не угодишь. Дуются как мыши на крупу, что не скажут. Ну, здесь вы занимаетесь родительскую позицию. Понимаете, радость. Сначала вы занимаетесь детскую позицию. Вот. А теперь занимаете родительскую позицию. Ну, и угождание. Вот помните, я говорил про услужливость? Вот это вот оно самое. Вы пытаетесь детскую услужить. Допустим, они ищут со мной ссоры, чтобы от меня делаться. Нет. Это, скорее всего, не так. Зачем от меня делаться, с меня никому не навязываются никогда. Мне, по сути, без них живется замечательно. Я думаю, вы себя обманываете. Потому что, если бы, если бы это было так, вы бы не переживали так из-за того, что описываете. А, если резюмировать сценарий, можно сказать так. Никому не лезущая, никому не трогающая женщина должна пойти на три буквы просто так. Согласен, это очень обидно. И все дело в том, что вы себя неверно репрезентуете перед людьми. Соответственно, задача психолога вас научить, чтобы вы презентовали себя правильно. Чтобы вы презентовали себя именно так, как вы того достойны, чтобы вы репрезентовали себя так, чтобы люди о вас были именно того мнения, которое у вас есть о себе. Скажем так. Да? Вот это является наша задача как раз. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго.